МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА КОНДЫДАТУ ПРАДОСТАВЛЯЦЯ ПРАВА БЕСПЛАТНА ВЫСТУПІТЬ ПА ДВА РАЗЫ У ТЕЛЕ І РАДУЕ ЕФІРЫ. ПА ВЫННИКАХ ЖАРАБЬОВКІ ПЕРШЫМ НА АТАЛІ БАЧАНІ ВЫСТУПІТЬ СЕРГІЙ ГАЙДУКЕВІЧ. ПАЧАТА КСЁНІУ 19.30 НА АТАЛІ КАНАЛЮ БЕЛАРУСЬ АДІН. ДА ІНШИХ ТЕМ. ЗАВЕРШЕНА МАШТАБНАЯ РЕКОНСТРУКЦІЯ УЧАСТКА ДАРОГІ КАЛІНКАВІЧИ-МАЗЫР, ЯКАЯ ПРАТЯГВАЛАСЯ КАЛЯ СЯМИ МЕСІЦАЮ. ЗАРАЗ ГЭТА СУЧАСНАЯ ЧЕТРОХПАЛОСНАЯ МАГІСТРАЛЬ. У ЦЕЛЫМ НА РЕКОНСТРУКЦЮ ОБЄЕКТА БЫЛО НАКЕРАВАНО ЗВЫШЬ 40 МЛЯРДАУ РУБЛЁОВ. Амаль 4,5 кілометры протяглась, 14 метров шириня проїжджай частки, асфальтобетонное покрытие выконано по новых технологиях. Семь месяцев активных ремонтных работ пайшло на то, якаб практично наново побудовать автомагистраль, якой присвоена другая категория. Дарече, опошний раз капитальный ремонт тут проводился у початку 90-х. Автомобилисты уже оценили вартости новой дороги поміж двумя райцентрами. Эта автодорога, она мониторилась, там более 9 тысяч автомобилей в сутки проезжало и проезжает. Из той ситуации, которая ранее была, результат был такой, что было зарегистровано до 12 ДТП в год. Но на сегодняшний день из расчёта выполненных объёмов работ мы обеспечили, я считаю, нормальную достойную безопасность дорожного движения на данном участке. А кроме повеличения пропускной сдольности и безопасности, руху на магистрали проведена у парадок и инфраструктура. Адромонтованы припыночные пункты, установлены новые знаки и додатковые опоры осветления, загороджальные прилады. У целом на реконструкцию объекта было накеровано свыше 40 миллиардов рублей. Адромонтованная дорога – отказ на питание, куди идёт так званный транспортный податок, який автовладальники платят при проходжении техничного огляда. Илона Шавловская, Вячеслав Приписнов, телеканал «Мазыр» специально для телерадиокампании «Гомель». У «Гомеля» сегодня проанализовали ход реализации третьей державной программы по створению безбарьерного сяродзя и ровных умов життя деятельности людей с инвалидностью. Зараз этому пытанию надается великая увага на всех узровнях. Адорога на умясцовые улады до громадских организаций, а лепывные проблемы по куль застаются. Что, перешкоджая, зробить житё людей с обмежеванными махчимостями больше комфортными, ведают наши корреспонденты. Сюня только инвалидов-колясочников на «Гомель» шыне каля трех с половой тысяч. Для некого гэты диагноз – наступство перенесенной хворобы, для инших отрыманной травмы. У опошней гады для их сапрауды робится шмат. У новых домах, например, тыж лифты, цепер працуют с так званого нулявого поверха. Горше обстоять справы с домами старыми. Без допомоги колясочнику нельга не скватыры на улицу трапить, не назад до дому вернуться. Если и решать, к примеру, ставить тот подъёмник, он, во-первых, дорогостоящий. Во-вторых, кто его будет обслуживать, кому его поставить на обслуживание. А у-третьих, это и сужение, есть проблемы, потом вопросы МЧС по безопасности. То есть, рад есть вопросов конструктивных, которые просто, ну, невозможно решить. На семинар по пытаниях створения безварьерного сяродя нехта з инвалидов-колясочников добираются самостойно, некого привозят на машинах. Перед початком посаджения яны и аширас обмерковуюсь пытания проведения у наступным месяце областной спартакияды инвалидов у Гомелі и организации двухдзённого лагера у Мазыры. Гомельская организация инвалиды-спинальники вядомая своей активностью и с пробами допомогти усім, хто маю гэтым потребу. А тому я и активисты часто сустракаются с представниками органов Улады и специалистами розных профилев. От транспортников, яких вучаць, як правильна перевозець инвалидов, да будууников и коммунальников. С кропки гляджыня здоровага человека недопрацовки махчыма и незначны, але для людей с обмежаванными махчымастями об ровных умовах житядзейности размова уже не идзе. Надо два поручня, а он один. Или ширина поручня не соответствует, не хватает разлёта рук, чтобы взяться за оба поручня. И это уже приводит к тому, что человек самостоятельно не может воспользоваться данным объектом. Даже, может быть, пантус очень хороший, со всеми условиями изготовленный, но подъезд к нему ограничен бордюрами. Непосредственно подчас семинару размова идзе об самым актуальным, починаючи от организации выборов. Шмат, якие участки размещены у школах, причым не на перших поверхах. Трапить туды инвалидам вельми складана. Проблема у больш широким сенсе – користание будынками, які узведены, шмат году тому. Але, коли их переобстолевание часто проблематично, то чому без барьерного асярозия будуются новые, пытаясь неактуальныя, причым не только для инвалидов. Тыж высокие тротуары, наприклад, могут створать проблемы так само для женщин с дитячими колясками и людей с талого взросту. Жёстко должно быть, я думаю, что это будет принято, что должно быть чётко ни один объект не проектироваться без барьерки, а экспертиза не должна проходить экспертизу эти объекты без безбарьерной среды, потому что рано или поздно они нужны всем. Олег Сентюрова, Ольга Канавалова, Александр Александронец, Телерадио, компания «Гомель». На початку вересня разом с научальными установами починают свою деятельность установы додатковой адукации. Увесь месяц активный единобор детей у гуртки и объединение по интересах. Минавито у гэты час отбылось и проведение республиканского тыдня установы додатковой адукации детей и молодых. Гомельщина примала делегатов из всех регионов Беларуси. Подробностей у Катерыны Жданович. Наша краина – одна из нешматликих на постсоветской просторы, якая заховала и развивая систему додатковой адукации. Сегодня у Беларуси денечить 318 установ, где забеспечивают вольный час 380 тысяч школьников. 59 таких установ находятся на территории Гомельской области. Наравне с предметными олимпиадами есть конкурсы международные по направлениям дополнительного образования, экологические международные конкурсы, международные конкурсы по конструированию, по моделированию. И здесь Гомельская область на лидирующих позициях. Ну и, конечно, одна изюминка – это уникальные педагоги, уникальные кружки в районных центрах. Напевно тому, головные выники мероприемства подводили Минавито у Гомеля. Юбилейный уже 10-й тыдень додатковой адукации был с оправдой запоминальным и насыщенным на падее, место и открытие. У приватности делегатам пропоновали поудельничать у открытии новой экологичной стежки на территории Макеевского лясництва. Это первая экостежка городского значения. Створалась и она новученцами Гомельской средней школы номер 69 – участие летнего профильного лагера. 11 станций нашей экологической тропы протяженностью более 3-х километров – это и участки леса, это то, что происходит в лесном массиве, и вырубки природные, где вмешивается человек, и уникальные – это муравейники, которые существуют. Проект этот был интересен тем, что вокруг создания этой тропы сплотились представители разных уровней образования. Это и наш университет имени Франциска Скарыны, это и наша школа опорная по экологическому направлению 69 города Гомеля и наш экологический центр. Подчас экскурсии гостям были продемонстрованы разные формы экологичной работы. Доследшая деятельность – работа летних профильных лагеров, экотеатр, а так само демонстрация навыков у рамках одного из новых объединений по интересах юных кинологов. Не обошлось без дегустации лековых травяных напоев. Я так полагаю, что увидено, впечатлит нас на новый учебный год и придаст такой творческий подход к нашей работе. Ведь в дополнительном образовании нельзя без творчества. Катерина Жданович, Сергей Лукашук, Игорь Марышченко, телерадоэккомпания «Гомель». И приклад зусім іншого ставлення до природы. У Речицким районе Калявёский червонный мост природоховники выявили логово браконьеров. Дачный дом, у яким заховывалося больше, як сотня одинок розных рыболовецких пристосованьеў. Знаходцы попередничала затрымання двух порушальнікаў природа ахоўного законодавства, які на своих лодках ажыцявлялі незаконны лоу рыбы у затоні раки Днепр. Браконьеры закинули ў ваду каля 130 метров сеток, вытягнули пауцентнера рыбы и были затрыманы с доказами злачынства. Шкода, нанесенная новокольному асяродзю, склала 45 млн белорусских рублёв. После того, как они поскладывали сети с рыбой мешки, два из четырёх мешка было передано третьему, я не знаю, другу, их какому-то соратнику, который занёс их на дворовую территорию. Вот, дабы не дать уйти основным браконьерам, они потому что находились возле воды, возле лодки, у нас лодки не было, чтоб они не уплыли. Данные люди немножко тоже отошлись пакетами от воды, в этот момент и были задержаны. Подчас в обыску у логови браконьеров было выявлено каля десятка рыболовецких сеток агульной дожинёй 700 метров и великая колька стеньших забороненных прилад рыболовства. Узбуджена криминальная справа, порушальникам погрожает до шести годов позбавлёння воли. Сёння у Гомеля у першыню пройшёл конкурс «Мисс Библиотека». На перемогу им претендовали восемь представниц городских, университетских и школьных библиотек. Катярына Сапельникова доведалась, кто отрымал корону. Профессия библиотекара на першу погляд можа сдавацца сумной, але гэтая восемь девчон доказали іншая. Капстварыць незвычайное шоу под рыхтоку пачалее шэз лета. На протягу амаль двух месяцев конкурсантки наведывали школу дефиле и рыхтовали свои творчая нумары. А кроме того, увага надавалася и профессийным навыкам. Удельницы повинны были цикавой, пераканавча паракомендаваць книгу. Помимо традиционной короны, мисс, она получит главный приз от Гомельского городского отделения Белорусской библиотечной асоциации, это электронная книга. И получит серебряный слиток 20-граммовый. Жюри отзначила, вельми важное, как человек выглядит, что думает и как каже. У ответности с этими умовами и вызначали переможцу. Титул мисс библиотека завоевала Янина Гулевич, супрацовница библиотеки ГДУ имя Франциска Скарыны. Девчина лидировала и в попереднем отборочном туры. Амаль на 100 баллов конкурсантка опередила коллегу интернет-голосованием. А гэтам абсолютная перемога. В моей жизни это очень яркое событие. Девочки собрались, у нас все удивлялись, у нас не было конкуренции. Мы очень подружились, поэтому в этом плане нам, конечно, было легко. Катерина Сапельникова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». И об спорте. У европейских краинах пройшел тыдень массового футбола УФА. Не обминула гэтая падея и Гомельскую в область. На базе футбольного клуба «Гомель» провели турнир серодоматоров. Так само областным центром отбился футбольный марафон. Максим Савин протягнет. Матч продолжился больше за 12 годин, практически без перепынков. На мини-футбольной плясовце сошлись две команды – «Зубры» и «Рыси». Правда, составы дружин постоянно изменялись. По куле одни гоняли мяч у клетцы, иншие разминялись побач, чекающие своей чарги. А дать таким чинам Данину Гульнин номер один «Гомели» выросли у першиню. Это необычно для «Гомеля». Это вообще впервые. Я знаю, в Европе многие проводят там даже суточные марафоны. Мы решили попробовать пока дневной марафон. Гульнявый час отримали у всех, кто хотел. Обмежеваний не было никаких. Усяго удел в марафоне приняли коля 30 команд. И они представляли предприемства и организации, школы и интернаты, громадские объединения. Вышли на поле и девчаты. Однако головной метовой аудиторией для организаторов были дети. Мы решили организовать их, показать, что есть различные формы досуга и можно чем угодно заниматься в такой замечательный день, кроме как сидеть возле компьютера и сидеть в телефоне. Эмоции и спортивный азарт, а так само шанс проверить свои силы. А кроме этого, каждый спортсмен отримал диплом удельника первого гомельского футбольного марафона. Медаль и памятные подарунки от организаторов. Гольня завершился перемогой команды «Зубры». И они обыграли «Рысел» с ликом 6157. Те варты еще рассказать об тем, что выник не головное. Головное, что свято отрымалося. И у тыдень массового футбола у Гомели сдолили присвятить гэтой гольни целый день. Максим Савин, Игорь Марышенко, Телерадиокомпания «Гомель». Новины регионы, информацию об проектах Телерадиокомпании «Гомель» вы можете знать на нашем сайте у интернете. По адресе www.tvrgomel.by И на гэтым выпуск завершен. Добрых вам новинов и до новых встреч у эфиры.